Ну что, друзья, наконец-таки этот момент настал, и сегодня я буду впервые кататься на самой быстрой и на самой мощной тачке, которая существует в Gran Turismo Sport. Я всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и, как говорится, испытаниями, но что-то новенькое, что-то как бы разнообразие, какого-то хочется. И так как уже у меня появился не так давно PlayStation 5, не так давно я начал познавать эксклюзивы, так скажем, не так давно у меня появился руль. Ладно, ладно, шучу, шучу. Друзья, всем приятного аппетита, всем приятнейшего просмотра. В общем-то, существует некий автомобиль, который, конечно же, мне не нравится, который, конечно же, я не понимаю, потому что вот это вот SRT Tomahawk Vision Gran Turismo Technology. Ну вот, как-то так полностью называется этот автомобиль. Короче, эдакий концепт, о котором я никогда не слышал, и, честно говоря, от этого не особо, не особо как бы грустно от этого факта, потому что меня вот подобное не особо привлекает и не особо интересует. Но, тем не менее, в Gran Turismo Sport есть такой автомобиль, и, судя по техническим характеристикам, которые здесь отображены, максимальная мощность 2623 лошадины силы. И при этом эта вся мощность достигается на 13800 оборотов. Что? Что, блядь? Крутящий момент 1217. Короче, какой-то полный пиздец, и при этом масса автомобиля. 749 килограмм. И все это на полном приводе. Я понятия не имею, как эта херня едет, но единственный спойлер, который, так скажем, я знаю, в комментариях мне писали, что эта тачка едет 500, что ли, около... Ну, типа, вот 500 плюс-минус километров в час. Я не знаю, что из этого получится. Значит, мне нужно выбрать цветовое решение, так скажем. White Liquid Silver Adrenaline Red. Вот, пожалуй, вот это... А где красный цвет? А, наверное, в салоне. 214 рублей, либо 1 миллион кредитов. Ну, благо, кредиты откуда-то у меня есть, поэтому за игровые кредиты, конечно же, собственно, покупка прошла успешно. Что это? То есть, вот, на подобном уже я ездил автомобиля, потому что их несколько модификаций. По-моему, мне тогда подарили на 700, что ли, силу или на 900, а как бы самая мощная. То есть, вот, есть 4 версии. SRT Tomahawk X VGT, SRT Tomahawk GTS R VGT, SRT Tomahawk S VGT и SRT Tomahawk VGT GR1. А, вот эту тачку мне, по-моему, подарили. 703 лошадиные силы. Она ехала неплохо, но здесь 2700, то есть почти на 2000 больше. Ладно, я без лишних слов просто предлагаю. Я даже не знаю, куда мне поехать. То есть, как бы, какая трасса мне нужна на Нюрнбурге? Ну, как бы, хрен знает. Я думаю, что я бы не хотел ссунуться туда, поэтому Аркада, отдельный заезд, заезд, заезд на время. Я думаю, что соперники мне не нужны будут. А сколько до 100? Мы сейчас попробуем как-то это замерить, я не знаю. Я, пожалуй, хочу прокатиться по Токио-экспресс. Да, мне кажется, там есть прямые участки. Вот, например, меня интересует... Подожди, нет, или это не Токио-экспресс? Это она. Это она. Ну, вот какая-нибудь вот тебе прямая. Вот это, да, получается? Здесь же прямая. Вот это вот. Допустим. Утро, день... Утро вечера мудренее, поэтому 9.35 проснулся пораньше. Дали мне 2670... Сколько там сил-то точно я даже, если честно, уже забыл? 2623. 2623-сильный концепт-кар от Доджа. Механика. Какая же механика? Главное, успевать отщелкивать. А так, как бы... Я не знаю, что меня сейчас ждет, но... Ребят, я надеюсь, что... А, конечно же. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Я, по-моему, не сказал. А если даже сказал, то еще раз... Мне не жалко. Мне не жалко. Я надеюсь, так же вам не жалко, друзья. Поддержать эту серию лайков. Гран-туризма, это всегда прекрасно. Этот автомобиль оснащен системой помощи при обгоне, включая КЕРС и ДРС, позволяющие получить временную прибавку в скорости. Ага, читы подъехали. Я понял. Чтобы получить доступ к этой функции, выберите настройки контроллера. Ой, да похуй вообще! Я что-нибудь там понажимаю, найду, короче, как это работает. Нажатие на кнопке обгон будет давать вам следующее преимущество. Система обгона. Мгновенное повышение мощности двигателя. КЕРС. Расход кинетической энергии, запасенный в батареях для дополнительного ускорения с помощью электромотора. ДРС. Изменение конфигурации антикрыльев здесь... Короче, это херня из Формулы 1, насколько я знаю, поэтому... Если честно, мне кажется, что мне и так будет достаточно всего того, что здесь есть. Так, контроль тяги, конечно, на минимум. Не знаю... Это она уже по треку катается, кстати. Пока вроде, ну, я бы не сказал, что прям жестко что-то. Так, а повышение мощности для нее доступно? Ну, типа... Хрен знает. Обмен бонусных миль. Короче, вроде... Вроде нет. Повышение... Ага, можно вес. Можно добавить веса. То есть, типа, 749 килограмм слишком легко. Ладно, короче, пора приступать. Старт. Я не знаю. Так, по-по-по-по... Секундочку, блядь! Почему она сейчас за... Какие-то миллисекунды разогналась по... 270 или что-то типа того. Так, я меняю вид сразу? Ага, ну, естественно, блядь. Нормального интерьера у нас здесь нет. Вегетариан... ВГТ вот это вот всегда... Блин, я еле нажимаю на газ. Я еле-еле нажимаю на газ. Я просто хочу выехать напрямую и нажать. Че, можно уже? Нет, я хочу с места ебануть. Похуй, я не знаю, как она едет, но я... Сланчи или просто газ в пол? Газ в пол. Готовы? Ебать! Ебать! Это че за хуя? Ебаный в рот! Че? Че? Че, блядь? Блин, сколько? Сколько нахуй? Ёбан! 540! Я на взлёзд сейчас пойду! А тормоза есть! Торможу! Что? Нет, тормоза такие. Стоп. Я... Можно спросить? У меня... Пилот... Это Супермен, блядь, или Бэтмен, нахуй, или кто там, блядь. Железный человек, блядь. Ну, как бы, я физики, конечно, не силён, но мне кажется, от таких перегрузок я... Ну, типа, ну, это не возможно... Это смертельно, мне кажется. Вы представьте, скорость 540, и машина за пару секунд... Хули ты мне машешь? У меня тут, блядь... Я уже зрение, блядь, потерял, наверное, от таких перегрузок. То есть 540 км в час... И резкая остановка за пару секунд. Ебать! Она ещё и рулится, небось, да? Тихо, тихо, тихо. Это что за покемон, блядь? Это ш... Ебануться! Пальцы гнутся! Блядь! Она... Ебать! Что? Она... Блядь, это что за хуйня вообще? Стоп, я нихуя не понимаю. Она... Она так поворачивает? Что? Да не, не надо... Что? Я выебал физику, по-моему. Что? Подожди, стоп, что? Блядь, серь... Серьё? Как это выглядит со стороны? Это что за поебозина вообще? Что происходит? Ебать, она резкая! И что, я типа... Это что за хуйня вообще? Так, подождите, я чё-то... Что? Это что за хуйня? Подожди, а как на... Ну-ка, просто мне интересно на... Так, как там переключать? Ебать! Не, от третьего лица ощущения не такие жёсткие, как от первого, потому что... Она реально... Она просто... У неё гуляет кузов... И она просто поворачивает на любой скорости. Торможу! Сука, я 430 километров в час, я прохожу эти ёбаные повороты! Что? Что? Что это? Это что за дьявол, блядь? Это что такое? А что? Она еб... Она ебанутая, эта машина? Что это за хрень? Я просто хотел бы посмотреть, вот... Ну, типа, раз эта машина существует в этой игре, Скорее всего, на ней... Ну, типа, проходят, может, какие-то соревнования в онлайне. Я бы хотел посмотреть на эту онлайн-гонку, блядь. Я бы реально хотел, сука, посмотреть на эту онлайн-гонку. Как там, блядь, едут вообще все? Как можно... Во-первых, это не для руля история, Потому что на руле такую чувствительность понять невозможно. То есть мозг не понимает, что ты едешь 400, И машина, типа, вруливается в повороты. Что? Что? Это как вообще? А, еще у меня не рубринг, оказывается, закрыт. Ну, правильно, блядь. Куда уж мне? Я же не катался ни разу под... Какого хуя? 20 уровень, а у меня какой? 15-ый. И что, меня ебет? Special Stage Road X. Вот это, это что такое? Это прям... Это длинная прямая? 30 километров... Ой, блядь. Это как раз... Мне кажется, эта трасса была сделана изначально... Я на рассвете прям в 6 утра проснулся. Я не спал, блядь, после первого своего заезда. Просто это... Это что вообще? А может на автомате попробовать? Ну, типа... Мне кажется, потому что я просто не успеваю отщелкивать с таким... Просто вообще вот как... Пацаны, спасибо, что вы написали про эту тачку, как бы... Это, конечно, полный пиздец. Я не знаю, это какая-то фантастика, блядь. Может, еще «Звездных войн» можно позвать, блядь. С мечами там будет кто-то ходить, блядь. Что это такое? Это, ну, как бы... Это не... Знаете, может быть, это, конечно, возможно. То есть, типа, тачка на 2600 сил. Что она там... Не знаю, конечно, с точки зрения физики, как вот это вот, да? Момент там урегулировать с тормозами, блядь, с торможением вот этим, с рулежкой. Но! Мне кажется, что здесь единственная вещь, которая вот меня больше смущает. То, что пилот не сможет выдержать таких нагрузок. Это невозможно. Ускорение? Может быть, да. Хотя, мне кажется, это просто все вот так вот в тумане, и ты не понимаешь. Потому что ты... Мало того, что разгоняешься 500 км в час, ты это делаешь за, блядь, секунд 5, 6, 7. Сколько она там это делает? Это очень, блядь, быстро. 500 за 7 секунд. Ну, условно. Я не считал, конечно, может, даже быстрее. И торможение. Когда со скоростью 500 км в час ты оттормаживаешься за 2 секунды до нуля, это смертельно опасно, мне кажется. То есть это какая перегрузка идет. Ладно, я даже не буду стабилизацию выключать. Это совершенно не важно. Я хочу узнать максималку, блядь. Естественно, это... Немножко потряхивает, как будто, блядь, по центру Питера еду. А так ничего. Так, о, все, нормально. Ага, шестая, а седьмая и... А, автомат же точно. Есть седьмая. Что? 500 с... А на что, 600 поедет? А на 600 поедет? Причем... Вот чувствуется ли, что я еду 580 км в час? Мне кажется, что нет. А почему, кстати, такое ощущение? Потому что прямо... А почему она, блядь, наверх идет? Чтобы я 600 точно не разогнался. А можно было как-то вниз это сделать? Не тянет, не тянет пол-литражка, блядь, уже. Скорость падает. Как... Ну, как Жига, блядь. Не может в горку на пятой заехать. Вот, например, такая же ситуация. Я еду... О, 600 будет. Реально? 600? Я увижу эту цифру? Пожалуйста. 600. Сука, 600 сделай! Блядь, это что-то специально, что ли, там? Я не понимаю. А если бы сейчас слипстрим был? А я могу запустить гонку, чтобы со мной такие же были покемоны? Не, короче, по прямой ровно наедет 593. 3... Блядь. Представьте, если ехать час вот так вот, можно до Москвы доехать от Питера. Блядь, это такой пиздец какой. Что это? Там моторчик не устал, блядь? А, вообще поебать. Зачем тормозить? Мне кажется, что можно, в принципе, подобрать идеальную траекторию и пройти этот поворот вообще без потери скорости. Блядь, жалко, что 600 невозможно. Вот если я смогу запустить конкурс с ботами, которые будут ехать не на Ауди ТТ, а вот на такой же херне, то у меня есть шанс разогнаться как бы и больше. Потому что с этой горочки чуть-чуть мне не хватает, я хочу увидеть 600 км в час. Просто самолет, который там будет взлетать на фоне, вообще как бы мне до пизды на него. Мы можем с ним драк-рейсинг устроить. Я, я все-таки это сделаю. Ребят, я все-таки это сделаю. Так, руль, я думаю, что на скорости 590 лучше придерживать, чтобы не разболтало. Итак, секундомер. Жму на тормоз. Ну, типа 3,6... Без правого контроля, да пофиг. 3,6 это до нуля. Она почему-то больше тормозит уже там со 100 до нуля, нежели от... Блядь, это очень сложно, короче, объяснить. В общем, вы сейчас только что сами все видели. 3,6 это... Я ехал 590 и стал ехать 0. Ебать, она свои жабры просто распустила, блядь. Я не понимаю, вообще, это что-то, блядь, ну это пиздец какой-то. Это просто пиздец. Это просто пиздец. Как можно еще это прокомментировать? Как можно это еще... А, стопе! Обгон там, вот этот ДРС, блядь. ПМС, как это все включить? Ну-ка, ща на обгон пойду. Это ручник. Так, блядь, это не ручник. Что, реально надо биндить, что ли? Блядь, походу, на туре надо биндить, блядь. А что так плохо-то? Подожди, настройки, я могу это сейчас сделать? Блядь, походу, не могу. Это надо в это, в самих главных настройках, да, получается? Чувствительность контроллера, настройки видео. Просто, типа, если включить ДРС, то она поедет, получается. Точно никакая там плавиша не включает за это? А зря. А зря. Ну да, ничего не работает, блядь. Это ручник. Так, мы должны это проверить, потому что раз такая, как бы, тема... Я все-таки, ну, не послушался, там, короче, какая-то кнопка, отвечающая за обгон, так называемый. Ну, действительно, блядь, когда ты едешь в 590, для обгона, пожалуй, еще одна кнопочка необходима же. Ну, что там, как-то, блядь, 590, вообще ни о чем, блядь. Настройки. Системные требования написано. Так, контроллеры. Беспроводной контроллер. А чем отличается, наверное, вот это? Так. Где тут обгон? Есть вообще? Что-то, блядь, сложно все. Сенсорный. Левый индикатор, аварийный сигнал и правый индикатор. Газ, тормоз. Так, подожди, подожди, подожди. Не спеши, кнопка share. Да мне похуй на эту кнопку. Правый джойстик, управление камерой, руль, мигание. Где обгон-то? А, подожди. Я, кажется, понял, блядь. Вот так, наверное. Вот оно, блядь, что. Это вот это вот, правильно? По центру ебануть, если. Мне страшно, блядь. Так, ладно. Значит, еще раз. Аркада. Мне можно запустить гонку, как бы. А почему бы и нет? Заезд на время, похуй. Отдельный заезд, все. Я не знаю. Меня не ебет вообще совершенно, кто там на чем будет. Я поеду на Томахауке, блядь. Или как он там называется? Спешл, ага. Можно 8.15 уже, хули, блядь. Настроил машину, теперь можно уже. Так, машина из гаража. Класс. Какой вообще считается? Икс? А, ну то есть, в принципе, там в Икс-классе... Я профессионал, не побоюсь этого слова, мне кажется. Теперь уже я ничего не боюсь. Так. О, они все на этих машинах. Я не знаю, что сейчас будет. Еще у меня есть кнопка обгон. Я, конечно же, ее нажму с горки, чтобы увидеть максималку, блядь. Потому что, мне кажется, вообще ограничителя у этой тачки не существует. То есть она как бы готова просто ехать. Она готова ехать всегда. Так. Это будет пиздец, безумие сейчас какое-то. Ага. Так, во-первых, слепстрим. Который сейчас не позволит, скорее всего... Блядь, это полная дичь. Так, они что, притормаживают, что ли? Подожди, подожди, братан. Нам не надо за кем-то пристроиться. Подожди. Ебать, опасная хуйня. Э, а что вы так друг за дружкой пристроились-то? А, не, уже помог... А, не, влияет, влияет, слепстрим, влияет. 595 в горку иду. То есть, типа сейчас... А если обгон нажму... Не, я пока рано, блядь. Я еду 600. 600 в горку, блядь! Пизда. Я понял, 610 обгон. Ебать! Что? Что она, сука, творит? 644! Я держу эту хуйню. А на сколько работает-то? Батарейка пока не сядет, блядь, или что? 648. 649. 659. Я... 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 Я хуй знаю, что можно сказать, как бы, по этому поводу. Она, как бы... Не, по-моему, похуй. Я могу ее нажимать... Хоть сколько? Я могу ее нажимать хоть сколько? Позиция 11-20-х. Так, а, один круг, блядь. Я хотел попробовать сразу разгон брать. То есть, в принципе, если... Подождите, если чисто в теории... Я начну эту кнопку нажимать сразу, А не слипстримить, потому что слипстрим на фоне этого Это полная херня. Просто сразу. Пошел, блядь! Пошел с обгоном! Давай, давай, давай! А что, у этих пацанов кнопочки не настроены, что ли? И плюс еще слипстрим. Ебать, шашки! На скорости 600, ебать! Ебаный в рот! Такой хуйни я еще не делал! Ай, притерся. Нихуя страшного. Все, вообще... Вообще пофиг! Вообще, совершенно! И теперь... Я нажму эту кнопку. И с горки лечу. Ну, сейчас, вот она... Горка 643, к сожалению. Ну, так, ни о чем. Согласен. Обидно самому, блядь, что машина не едет. Но... Сейчас с горки поедет. 650, 652, 655. То есть, в принципе, если очень сильно повезет и как-то заслепстримится, 657. Если как-то заслепстримится, то, мне кажется, можно попробовать разогнаться 700. Я думал... Все, закончилось, да? А, не, работает, а что, блядь? Небать, блядь, в самолете не то тише, нахуй, чем тут. Пиздец. Естественно, с кнопкой я, в принципе, могу... Да ну, в пизду, блядь. Да ну, нахуй его, вообще. Да это пиздец. Ну, это пиздец полный. Это полный пиздец. Да такого не бывает. Торможу, похуй. Ебать. Мне пизда. Бля, они там... Бля, когда они начали тормозить, эти жабры, которые просто... А, как, бля, робот, нахуй. Робокоп какой-то, блядь, мутант. Ёбаный, блядь, зараженный. Ой, пиздец. Что за птич? А можно как-то нормально гонять, пожалуйста? Можно как-то гонять нормально, пожалуйста? Ну, как бы, ну, это полная шхуйня. Ну, это шхуйня полная. Ну, это же, блядь, бегонки. Это тич какая-то. Это же, как бы, ну, что это? Что это, блядь? На, нахуй, блядь. Кнопку нажми, блядь, поедешь побыстрее. Я не понимаю. Ну, может, кстати, получится у меня как-то заслевтримиться хорошо. 656, да, было? По-моему, что-то типа того. Да нет, тут уже, как бы, я думаю, что мне мало чем поможет. Хотя, не, с горки реально, если под, как бы, 661. А можно 666 увидеть, чтобы я охуел, как бы, от этого дьявольского числа? С горки, в принципе, если я за кем-то буду ехать, за толпой, то... 666, да, нахуй, демон! Демон, ёбаный, просто! Просто демон, блядь! Опа, блядь. А там этот, олень дорогу перебегал. Я решил остановиться, пропустить его. А чё, похуй, я ж могу так же быстро ускориться, мне ж поебать вообще. Сейчас зацеп ставлю только. Погнали, пацаны, катаемся дальше, блядь. Всё, с меня хватит. Реально, я понял, что это полная дичь. Я, честно, ожидал многого, то есть, типа, я, ну, видел, опять же, повторюсь, что, типа, тачка едет, там, 500 км в час. Такой, думаю, ну, ладно, едет, но ей же, наверное, надо время, чтобы разогнаться. Ну, как бы, будущее! Ну, похуй, ну, похуй, что машины будут такими! Ну, я же думал, что... Ну, это же, блядь, ну, это уже какое-то... Что это вообще? Что, блядь, я в Халу сейчас сыграл, блядь, в Ассасин's Creed, я не понимаю, или во что, блядь? Или в Детройт, нахуй! Во что я сыграл, блядь? Я в Гран-Туризм играю, в симулятор, какого хуя здесь? Во что, и на которые едут, блядь, 666 км в час? Которые, блядь, тормозят за одну секунду, блядь, поворачивают за, блядь... Ладно, в общем, это, конечно, забавно и весело, но страшно, пиздец! Вот я на такой бы вот с радостью погонял! Что? Вот на чем я сейчас ехал вообще, блядь? Что это было? Во, опять Infinity, блядь, тоже создали там... Сколько, блядь? Вон, еще Руслан Норвегия, блядь! Руслан Норвегия, а этот... Ну что это? Ну что это такое? Вон стоит, блядь, радостный, в гараже. Какая-то дичь, в общем, какая-то дичь. Друзья! Ну, а на этом мы будем заканчивать. Протестировал я сегодня самую быструю машину. Я думаю, что в ближайшее время мы должны обязательно проверить нормальный онлайн. Не тот, в который я заходил, а именно нормальный. И, как бы, конечно же, испытания нас также ждут. Надо допройти все на золото. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья!